Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире обращение Национального собрания Западной Армении. Азербайджан начал широкомасштабное наступление в северном направлении. У нас есть жертвы. МЧС оказывает Арцаху гуманитарную помощь. Азербайджанская сторона продолжает наносить удары по гражданским поселениям. Мы должны использовать все средства, чтобы защитить себя. Премьер-министр Республики Армения в газете Washington Post. Совет безопасности ООН призывает к немедленному прекращению боевых действий. После падения уровня воды на плотине Карс от Пачае появилась историческая руина. 28 сентября 2020 год. Спикер Национального собрания Франции господин Ричард Феррани. Господин президент. 2020 год. 27 сентября после одностороннего нападения Азербайджанской республики на мирное армянское население Арцаха депутаты Национального собрания Республики Западной Армении провели экстренное заседание. В ходе сессии я был уполномочен передать всем парламентам мира средства массовой информации, а также широкой общественности наше решительное осуждение за баллонированных нападений Азербайджана на армянскую национальную территорию Арцаха. Национальное собрание Республики Западной Армении призывает международное сообщество, в частности Минскую группу ОБСЕ, осудить агрессию Азербайджана, нарушающую международное право, помочь остановить эти преступления на падении на гражданское население Армении посредством дипломатии, дисциплины и немедленного прекращения огня. По сообщению Национального собрания Республики Западной Армении, эти действия были спланированы Азербайджаном при открытой поддержке Турции. Следует отметить, что независимая Республика Арцах на горных рабах, коренное население которого проживает на его территориях более 10 тысяч лет, 95% из них армяне, что полностью соответствует праву коренных народов на самоопределение принятому ООН 13 сентября 2007 года. Как всегда, Азербайджан и Турция искажают правду и исторические факты. Они осуществляют умышленные военные нападения, в то же время представляя себя жертвами. Национальное собрание Республики Западной Армения в очередной раз отмечает, что Азербайджан как виновник боевых действий и Турция как защинщик преступления несут ответственность за человеческие жертвы, материальный и моральный ущерб. Выражая глубокую признательность и дружбу, взаимные обязательства в рамках стабильности и мира во всем мире, Национальное собрание Республики Западной Армения передает вам свои изверения высокой оценки. Леонардо Басмаджан, спикер Национального собрания Республики Западной Армения. Утром азербайджанские силы перешли к ширкомасштабным наступательным действиям в северном направлении, в частности, нанесли авиационные, артиллерийские и ракетные удары. В настоящее время в этом направлении идут бои. Мы должны четко зафиксировать, что применяются многочисленные средства, в том числе дальнобойные точные средства, БПЛА, большое количество артиллерий. Наши подразделения противостоят, естественно, есть жертвы, о них будет сообщено. Противник также понес потери как живой силы, так и бронетехники, заявил представитель Министерства обороны Армении Артур Нованисян. Для отправки в Арцах жители Еревана собрали ящики с разным содержанием. Как передает Армен Пресс, МЧС Республики Армения сообщила, что они министерством по чрезвычайным ситуациям Арцаха будут переданы муниципальным администрациям административных районов. МЧС является уполномоченным органом, координирующим осуществление мероприятий гуманитарного реагирования. По поручению министра по чрезвычайным ситуациям Феликса Цулакяна создана рабочая группа. Поступившая помощь ассортируется и группируется, после чего соответствующие подразделения передают груз нашим соотечественникам в Арцахе. Координатор работ гуманитарного реагирования МЧС, совместитель директора СС МЧС, полковник СС Армена Григорян, лично доставит груз. Вооруженные силы Азербайджана продолжают наносить удары по гражданским населенным пунктам. Как сообщает Армен Пресс, об этом на пресс-конференции отметил пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Пугусян. На данный момент серьезных проблем с инфраструктурой нет, экономика продолжает нормально развиваться. В основном проблемы возникают в районах, находящихся под обстрелом противника. Эти проблемы решаются немедленно, и работа всей инфраструктуры восстанавливается, сказал Ваграм Пугусян. ВВС противника действует издалека, не входя в зону поражения средств ПВО. Применяются ракеты дальнего радиуса, действуя воздух-земля. Разговоры пилотов на турецком языке зафиксированы, заявил представитель Министерства обороны Армении Арташун Ованисян. Премьер-министр Никол Пашинян дал интервью в Washington Post, в котором рассказал об агрессии, развязанной Азербайджаном в Нагорном Карабахе и об участии в этом конфликте Турции. В своей статье журналист издания Дэвид Игнатьюс отмечает, что эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном ознаменовалась новым опасным поворотом, моментом, сбитым Турцией армянского истребителя. В ходе интервью премьер-министр Республики Армении выразил опасение, что в результате подобных действий стороны могут быть вовлечены в более крупную войну. Премьер-министр рассказал в телефонном разговоре, что Турция создает нестабильность в соседних странах, а в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке, а теперь и на Южном Кавказе. Это растущая угроза глобальной безопасности, отмечает Никол Пашинян. Он также сказал, что нападение Азербайджана при поддержке Турции теперь стало реальностью в результате обстрела в Артынисского района к востоку от столицы Армении и Еревана. Он сказал, что турецкий F-16, который сбил армянский истребитель С-25, поддерживал азербайджанскую атаку в районе Вартыниса. Отвечая на вопрос о возможности угрозы со стороны Нахачевана, Пашинян заявил о необходимости использования всех средств для защиты. Полная статья доступна на нашем сайте. В совместном заявлении, принятом во время экстренной встречи, 15 членов призвали безотлагательно возобновить конструктивные переговоры. 29 сентября Совет Безопасности ООН единогласно принял декларацию о немедленном прекращении боевых действий. Как сообщает агентство France Press, уже четвертый день между Азербайджаном и Арцахом идут ожесточенные бои. 15 членов Совета Безопасности выражают свою поддержку призыву генерального секретаря к обеим сторонам немедленно прекратить боевые действия, ослабить напряженности без пробеления, возобновить конструктивные переговоры. Об этом говорится в их заявлении во время внеочередного заседания, запрошенного странами Совета Европы, Бельгии, Эстонии, Германии, Франции и Великобритании. Они решительно осуждают применение силы и сожалеют о гибели мирного населения, выражая озабоченность крупномасштабных боевых действий на линии соприкосновения в Арцахе. Совет Безопасности подтверждает полную поддержку центральной роли сопредседателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и настоятельно призывает стороны тесно сотрудничать с ними, чтобы возобновить диалог без промедления и без предварительных условий. В провинции Карз Западной Армении в связи с понижением уровня воды в Арпачайском водохранилище было обнаружено принадлежащее урвардскому региону кладбище с человеческими костями. Эксперт по культурному наследию, историк Фарук Торонуглова отметил, что у районов Акеака-Арпача очень древняя история. Торонуглова прокомментировал это следующим образом. Когда надгробие человеческие кости будут изучены, будет сделан четкий вывод. Мы знаем, что ранее, после того, как уровень воды в водохранилище снизился, появился Черный мост, а также некоторые исторические места. Район в целом находится под охраной и были приняты необходимые меры. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Карин Хаммут Кочари. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.